Старая советская поговорка призывает помнить, что успех уборочной страды зависит от каждого земледельца. Но, как оказалось, не только от них. Свои коррективы вносят еще и погода. Из-за нее и посевная кампания началась немного позже, и сроки уборочной страды тоже сместились. Но здесь главную роль сыграли нижнекамские аграрии. И окончание той самой поговорки, что честь труду хлебороба здесь как никогда кстати. Подготовить семена, подобрать удобрения, вспахать и засеять. Вот сколько людей на селе заняты тем, чтобы вырастить хлеб и овощи к нашему столу. Ильгизар Фахреев уже 14 лет обрабатывает эти поля. Он признается, этот сезон выдался очень трудным. Да, этот сезон напряженный. Весной-то погода тяжеловата была, но сейчас-то нормально. Всего под посев в Нижнекамском районе выделено 27 тысяч гектаров земли. Здесь выращивают гречиху, горох, чечевицу, а также рожь, пшеницу и другие культуры. В этом году, вопреки всем ожиданиям, собран большой, а самое главное, качественный урожай. У нас семь крупных сельхоорганизаций, и у меня по отчету 54 крестьянских фермерских хозяйств. Сейчас начинают подсчитывать урожай, а пока идет работа с документацией, земледельцы занимаются подготовкой зерна к хранению и к продаже. Это Каинлинский зерноток. Тут сейчас жаркая пора. За три дня нужно пропустить через станки и просушить 10 тысяч тонн зерна. Но люди работы не боятся. Вот принимаю зерно, чушьи направляю через сушилку. Вот это наша обязанность. Стараемся, работаем на благо народа. Тем временем на полях идет подготовка земли к следующему сезону. Вот трактористы вспахивают землю, чтобы она подышала и получила необходимые минералы. А совсем недавно земледельцы закончили посадку озимых культур. На площадке 8 тысяч гектаров были посеяны рожь и пшеница. Александр Комаров, Евгений Лызаев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Присылай фото и видео.